Добрый день и слава Украине! Я написал пост, в общем-то, который записывал в Facebook и в Telegram канале, соответственно, значит, я хочу поделиться и с вами. В эти дни я часто задумывался над тем, на что рассчитывает Путин. Не, ну правда, на что. Санкции отрезали его страну от всего мира. Люди, адекватно воспринимающие реальность, бегут из России, как из чумного барака. На что Путин и его компания надеются? Ну что вам сказать, ребят? Когда Путин говорит, что все идет по плану, ну, наверное, он лукавит, но лукавит только частично. Тактически Путин действительно провалился. А вот по части стратегии у него есть определенные надежды. Во-первых, он получил внутри страны возможность перейти на новый этап в внутренней политике. Теперь до расстрелов осталось совсем ничего. все нелояльные и даже адекватные лояльные, которых гораздо больше, думают о том, как и куда свалить. Это его, конечно, не волнует Путина, но для него важно получить такую сплоченную быдломасу внутри страны. Те, кто против, могут валить. Пока могут. В любой момент могут закрыть границы. На остальных, там, бушлатов и белорусского трикотажа хватит. Самым счастливым Жигули. Но и так, конечно, фигура речи, не воспринимайте все слишком буквально. Хотя это близко к реальным видям. Во-вторых, восстановить СССР 2.0 лихим кавалерийским ударом не получилось. Что-то пошло не так. Украинцы почему-то уперлись и не захотели стать частью быдломаса. Это крайне неприятная новость для Путина, даже крайне опасная. Но тут уже ничего не поделаешь. Он, конечно, сейчас попытается отгрызть больше. Как можно больше. Но в конечном итоге придется признать, что большинство украинцев все-таки не хочет быть советскими людьми. И отложить их в захват до лучших времен. Ровно так же, как захват Балтов, Поляков и прочих разных шведов. Да, в Украине, в отличие от Грузии, Запад показал глупых. Хоть и поздно, но все-таки дал украинцам какое-то вооружение, которое сейчас позволяет им себя защищать. Но Путин взял и поднял ставки. Так сказать, сказал, что... Ребята, стратегия салями. И сказать, что это стратегия салями, надо по кускам отрезать. Путина не работает, но никак нельзя. Ядерный шантаж это далеко не последний аргумент Путина. Ну, бросили сейчас информацию, что, мол, Путин серьезно обсуждает ядерный удар по Польше. И, ну что, береженого Бога бережет. Сразу же поступило заявление, что с аэродромов Польши никаких самолетов взлетать не будет. То, что следующим будет Восточная Европа, а за ней западная, кто-то может считать моей фантазией, но... Скажу так, даже пару месяцев назад полномасштабное вторжение в Украину считалось фантазией. Про перспективы мирного урегулирования такого скорого спросил Рауф Оруджево из Бакинского пресс-клуба и спросил про роль Турции, какой я ее вижу. Ну, вот Турция действительно хотела бы быть в роли основного посредника между Украиной и Россией, но проблема в том, что Путин не просто никак не видит Турцию в этом качестве. Путину вообще не нужны никакие посредники. Сегодня, когда кольцо международной изоляции смыкается для него, для него крайне важно сохранить любые контакты с другими странами. Ну, и торгуются. Ключевыми в данном случае оказались Турция и Китай. Китай сегодня много фонил, Китай сегодня много делал заявлений, Китай сегодня много говорил, но, в общем-то, говорил ни о чем. Это такая позиция и нашим, и вашим, и еще и подсолить, если не сказать грубее, американцам. Но давайте так, давайте по-взрослому получится, что Путин за счет Анкары и Пекина хоть как-то компенсировать международную изоляцию. Думаю, вряд ли. Ведь Китай и Турция являются частью глобальной финансовой и технологической системы. Более того, понятно желание Турции избречь максимальные выгоды для себя и создавшегося положения. Но если решение ввести в отношении России санкции по типу иранских и северокорейских будут реализованы последовательно, а с каждым днем войны и с каждой жертвой это решение становится все более и более неизбежным, Турции однозначно придется присоединиться к этим санкциям. Что касается непримиримых заявлений Путина, что мы не пойдем ни на какие уступки, мы не остановимся и так далее, то все тоже более или менее понятно. Но он загнал себя в тупик. Объявить сейчас об окончании операции значит признать свое поражение. И то, что Россия получила международную изоляцию зря. Именно изоляцию, а не санкции уже. Путину нужно хоть что-то откусить. Хоть что-то, какой-то успех нужен. Кстати, вот эти точки на карте Мариуполь, Киев, Харьков, это вот точки того, чего очень хотел бы Путин. Вот это хоть что-то украинская армия ему не позволяет взять. Поэтому, кто бы ни уговаривал Путина, он будет продолжать войну до последнего российского солдата. Дальше? Ну, дальше или его уход, или полная изоляция России. Для России лучше, чтобы был уход, для Путина лучше изоляция. Еще, пока Путин не возьмет хотя бы что-то, он отступить, конечно, не может. Но если ценой огромных жертв он что-то возьмет, то не факт, что он остановится. Сможет ли Эрдоган его остановить? Нет, не сможет однозначно. Не та ситуация. Эрдоган в данном случае может быть использован как раз-таки после того, как он что-то отхватит в качестве спасательного круга, но вот воспользовался советом друга. Но это, скажем так, до этого еще очень далеко, это точно. Правда, есть еще санкции. По санкциям, ну, что вам сказать, если у них получится уничтожить, захватить какой-то крупный город в Украине, первое, что начнется, начнется вой на болотах о снятии санкций. Коммунитарная катастрофа, которая произошла по вине Запада и так далее. Ну и кадрами больных и голодных детей, стариков из России, они тоже не побрезгуют. Когда они чем-то близговали? Этим они будут спекулировать, шокируя западного обывателя. Вот, мол, до чего доводит ваша политика. Из-за ваших санкций в России умирают старики и дети. И это, кстати, станет главным аргументом русской пропаганды. Вот запомните эти слова. И черт побери, ведь это будет в какой-то степени правда, действительно, из-за санкций. В России будет все очень плохо. Ну, а погибшие дети и старики в Украине к тому времени в сознании западного обывателя стало-то такой печальной историей. Мы вчера написали в комментариях о жестких санкциях Запада, что, мол, страдают те люди, которые были на либеральных позициях, мол, были за Украину, в России страдают. Мол, либералы, они «Уралвагонзавод» смотрели Netflix. Ну, да, это так. «Уралвагонзавод» не смотрит Netflix. Но ведь это звучит как «серьезный» в кавычках аргумент против санкций. Не, ну, действительно, чем погибающий под русскими бомбами украинским старикам и детям может помочь то, что российские либералы не смотрят сейчас? Netflix. А с другой стороны, они будут давить на то, что из-за этой Украины, ну, а из-за кого же еще? Несчастным европейцам приходится платить больше. Бизнес теряет деньги. В общем, все несчастные, несчастные россияне, несчастные европейцы, вот только украинцы счастливые. Это вот то, что они попытаются использовать. Это то, на что они попытаются давить. Я хочу, чтобы мы это очень хорошо понимали. И чтобы мы к этому были готовы. Ну, и последнее. Давайте про нас. Вот три страны, три сестры Южного Кавказа. Сестры, конечно. Так вот, переживать по поводу кого из наших стран господин назначит любимая жена не стоит. Армения верный военно-политический соединок России. Оплот Москвы на Кавказе. Так что тут все ясно. Азербайджан обладает интересной, самой интересной, пожалуй, нефтеказовой инфраструктурой в регионе, после России. Поэтому, ну, как бы, тут есть чем воспользоваться. Этим все сказано. Ну, а Грузия? Грузия, это же Европа у нас, да? Договор об ассоциации, договор о свободной торговле, безвизовый режим, современная банковская система, причем учредители всех банков европейские, американские, японские финансовые институты. И договориться нужно только в Грузии. С одним человеком, сами знаете с кем, да? Так что не переживайте, Путину нужны все. Все могут позаработать на этой войне. Но до тех пор, пока ситуация не изменится, и пока он не пустит под нож все три республики. Я не собираюсь ставить знак равенства. Я не собираюсь ставить ничего. Но просто я хочу, чтобы вы поняли одну вещь. Сегодня защитить свою страну можно только одним, Макаром. Поддержать Украину. Вот для понимания того, что происходит в грузино-российских отношениях, я вам приведу такой пример. Ничего эпохального сейчас не происходит от слова совсем. Вчерашняя новость, на которой очень сильно возбудились все Россельхознадзор, будь он не ладен, заявил о том, что рассматривает возможность разрешения 15 предприятиям Грузии по экспорту молочной продукции в Россию. Почему это ни о чем? Да потому, что в Грузии практически нет собственной молочки. То есть, какая-то, конечно, есть, но все эти санты и домики в деревне не работают на переработке порошкового молока, которое получают из той же России, Украины и других стран. И все это обеспечивает, вся эта молочка обеспечивает исключительно блудинированность. Кстати, санты уважают. Они заявили, что не собираются отправлять никакую молочку в Россию. Ну, тогда о чем весь этот шум? Может, он вообще не стоит выеденного яйца? Стоит, друзья мои, стоит. Еще как стоит. И вот почему. Всевышний, как известно, судит не только за поступки, сколько за мотивы. И вот тут совсем плохо. Во-первых, зажатым в тиски между героической борьбой украинской армии и западными санкциями яйцами Великой Энергетической Империи, как глоток свежего воздуха для умирающего, требуются хоть какие-то положительные новости. И вы смотрите, эти яйца, как оказалось, совсем не стальные. И вот тут на помощь приходят власти Грузии, которые, ну, никак не реагируют на новости севера, согласно которым они там молочку разрешают возить. И вообще там Гаврилов вдруг инициативу проявляет готовы разрешить авиаперелеты. То есть все им закрыли, а сейчас они готовы. Нет, в чем дело. Вот когда закрыли авиаперелеты после ночи того самого Гаврилова, у меня был прямой эфир, по-моему, это был то ли дождь, то ли РТВА с неким Мартыновым политологом. Так вот, он очень сильно смеялся и говорил о том, что мы умрем с голоду. Русские туристы не приедут, Грузия умрет с голоду. Русские туристы приехали, несмотря на то, что они закрыли сообщение, Грузия с голоду не умерла. Да, если бы они не приехали, она бы все равно не умерла, потому что туризм вырос. Интересно, что сейчас думает Мартынов, вспоминает ли он об этом? Да нет, не вспоминает, потому что память же избиратель нам быстрая, просто это все убрал. Вдруг, как, что вызывается, познается в беде. Что такое беде, надеюсь, вы знаете. Не в беде, а в беде. Вот такие у нас друзья в России. Теперь давайте спросим про наши власти. Они что, идиотки? Идиоты? Нет, они ни разу не идиоты. Все эти движения, на мой взгляд, это не что иное, как попытка прикрыть гораздо более серьезную спецоперацию. Спецоперацию по превращению Грузии в один из каналов общей системы канализации по обходу санкций против России. Кстати, об этом вчера сказал Швец, но я написал пораньше. Вы спросите, откуда я это знаю? Ну, Швец, там у него свои данные, разведки и так далее. Я-то откуда? Да я не знаю, я в этом уверен. Потому что я хорошо знаю тех, кто у нас сегодня у власти. За лишнюю копейку, даже не цент, а копейку, они удавятся. И удавят страну. Ну, а народу, в общем-то, властям Грузии бояться нечего. Мы по-прежнему будем петь гимн Украины, вывешивать украинские флаги, бормотать, что Сухуми, наш Иерусалим. И в то же время опять-таки не пойдем на выборы. Оставим этих у власти, потому что от нас ничего не зависит, как они говорят. И когда в следующий раз кто-нибудь из нас захочет сказать, какой плохой запад, что не берет нас в НАТО или в ЕС, пусть вспомнит то, что происходит сегодня. и лучше помолчит. Печальная картина, не правда ли? Ну, да, печальная, но вот что я вам скажу. Ресурсов на длительную войну с Украиной у Путина нет. Экономических ресурсов нет, от слова совсем. У них только один выход постараться максимально быстро реализовать то, о чем я говорил в начале. Постараться, чтобы мы устали от этой войны, привыкли к той мысли, что украинских детей и стариков убивают в собственных домах. Ну, война, это такая война. С теми, кто сегодня пишет, а что, Украина вводила санкции против России, когда они воевали против нас? А почему мы должны быть за Украину? А у нас много своих проблем, а мы такие мудрые, а мы такие осторожные. С такими людьми говорить не о чем. У них просто, не просто атрофия совести, но у них и атрофия инстинкта самозахранения. Я еще раз говорю, речь не про Украину, речь про наши страны, речь про наши дома, речь про наше будущее. Украина сегодня это просто та точка, где все это решается. Поймите же вы, наконец, что дело не в том, даже дело не в справедливости, дело в элементарном чувстве самозахранения. В элементарном. А теперь про порядочных людей, которых гораздо больше. Вот в Казахстане прошла большая акция в поддержку Украины, и это правильно, это правильно. Это акция в поддержку Украины и Казахстана, будущего Казахстана. Есть акции, проходят акции, везде практически проходят акции, где-то большие, где-то поменьше, везде собирается коммунитарная помощь, везде люди активничают и так далее. А это же о чем говорит? Это говорит о том, что в наших силах сделать так, чтобы надежды Путина никогда не сбылись. Не спрашивайте себя, что мы можем сделать. Делайте. Не уставайте пересылать своим друзьям и знакомым страшные кадры войны. Объясняйте им, что если их не остановить сейчас, беда обязательно придет к нам в дома, где бы мы ни жили. Объясняйте это своим друзьям, знакомым, родственникам, всем, кому можете. Это важно, поймите, это очень важно. И поддерживайте Украину. Не уставайте. Украинцам сейчас тяжелее, чем всем нам во много-много-много-много раз. Слова поддержки важны. И они действительно помогают. Поэтому сейчас и всегда Киев, держись, Харьков, держись, Мариуполь, держись, держись, Украина. Слава Украине! Слава Украине! Продолжение следует...